МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, сегодня у нас тема нашего разговора «Молодежь, свобода и ответственность». Это, собственно говоря, тема очередных рождественских чтений этого года для всей нашей Русской Православной Церкви. И на эту тему, на тему свободы и ответственности, их обязательном присутствии вместе, нераздельно, а вместе, и также о молодежи, о свободе и ответственности молодежи. Очень много говорил и говорит святейший патриарх Московский Евсей Руси Кирилл. И я бы хотел процитировать несколько его высказываний. На одном из своих выступлений он сказал, «Именно совокупность свободы и ответственности дает ориентиры развития для личности и общества в целом». В другом месте он замечает, нравственные ценности универсальны, а потому мы должны привести в гармоничное соотношение две ценности, которые принадлежат природе человека – свободу и нравственную природу. Если мы вводим свободу и нравственную ответственность в соприкосновение, мы обеспечиваем ответственное поведение личности перед собой, перед семьей, перед окружающими, перед обществом, перед всем Божьим творением. Раскрепостить человеческий инстинкт очень просто. Мы сегодня, включая телевизор, можем с легкостью убедиться в этом. Нет ничего проще, чем раскрыть эти темные дионисийские начала в человеческой жизни, но когда свобода становится кумиром, когда свобода отрывается от чувства ответственности, то это становится смертельно опасным. И далее Святейший Патриарх, много беседуя с молодежью, на молодежных форумах в день, в том числе, с Третьей Негосподней, когда мы отмечаем, как бы, вот, особо вспоминаем о молодежи нашей. Святейший Патриарх много-много высказывал очень глубоких суждений, которые выработаны, конечно, огромным опытом, молитвой и его ответственностью за всю нашу Церковь. Линия борьбы между светом и тьмой, между Богом и дьяволом, особым образом проходит по сердцам молодых людей. Мы живем в такой культуре, в которой была изгнана идея греха, и вместо нее возникла идея свободы. Спросите любого человека, ни один не скажет, что он против свободы, но в истории получилось так, что это Божие благословение было использовано во вред человеку, свобода раскрепостила человека и, что самое главное, вытеснила идею греха. Также Святейший Патриарх говорит о том, что нравственность должна воспитываться через покаяние. Покаяние всегда требует некой остановки, а призывы к нему в молодежной среде и масштабах страны, и масштабах цивилизации, к сожалению, остаются не очень понятными. Вот и получилось, что ценность свободы была использована, чтобы вытеснить другую ценность, ценность покаяния, и таким образом свобода опустошила саму себя. Борьба света и тьмы проходит по вам, молодым, обращается Святейший к молодежи. У вас сейчас время, когда человек способен учиться, а когда человек теряет желание учиться, то он становится старым. Но здесь есть некая опасность. С возрастом у человека вырабатывается своя жизненная позиция, и у людей зрелых хватает опыта приоценить ту информацию, которую они получают. А молодежь, хотя в силу своих качеств она настроена на восприятие такого внутреннего критерия, не имеет. И именно поэтому молодежь не только воспринимает новое, но и менее критично воспринимает то, что говорит им старшее поколение. Мы уже услышали о том, как Святейший Патриарх говорит о свободе и ответственности. И причем очень важным считает то, чтобы они никогда не разделялись в жизни человека, а значит жизни и всего общества, и всего человечества. Потому что свобода — это великий дар Божий, и все мы понимаем это и рады этому, поэтому мы, собственно говоря, и люди с разумным началом, с духовным началом, именно эти начала в том числе созидает данная нам от Бога свобода. Но свобода, когда отрывается от нравственности, от морали, от воспитания в нравственности молодого человека, тогда в таком случае она превращается, как Святейший говорит, в некий кумир, к которому поклоняется человек. Безусловно, очень удобно человеку при этом идти по пути материальных благ, по пути комфорта, и когда, скажем, слово «ответственность» заменяется комфортом, заменяется удачей, заменяется другими какими-то современными понятиями, выгодно, невыгодно, тогда наступает, конечно, страшный кризис в душе одного человека, одной личности, и он начинает, более того, себя оправдывать, искать подобных себе, и в конце концов в сегодняшнем мире выработалась некая такая, чуть ли не на уровне закона установка, но, в всяком случае, она очень жестко исповедуется, эта установка свободы человека в личной своей жизни. И сегодня никто не имеет права с точки зрения государств Западной Европы, США, некоторых других государств вмешиваться в личную жизнь, я имею в виду, когда, например, церковь заявляет на, скажем, через средства массовой информации, говорит о грехе, говорит об ответственности, говорит о зле, и вот эти все, как бы, так сказать, проявления церкви или любой другой организации, они пресекаются на корню. Да, есть, конечно, церковные каналы сегодня, и католические, и протестантские, но другие каналы сегодня общественно-политические не используются, просто катастрофически. Не имеет права церковь сегодня выйти на это общественное поле, где бы я услышал, скажем, уже не десятки тысяч, а миллионы и десятки миллионов человек. Конечно, если мы будем говорить о нашей российской молодежи, то я бы хотел очень сильно ее пожалеть. Прошло совсем не так много времени, когда была та молодежь, которая вышла из советского времени. И вот та молодежь, которая родилась уже в новое время, она снова попадает в не менее, наверное, опасную обстановку с тем разгулом безразственности, о котором только что я говорил. И вот получается, что с одной стороны атеизм, который еще давлеет над умами, если не молодых, то уже как бы средних лет людей в нашей стране, а с другой стороны вот эта вот раскрепощенность, свобода, которая пытается пропагандировать сегодня к нам и из других стран, ну и внутри, конечно, адептов такой свободы огромное-огромное количество. И хотя не имеем пока тех возможностей противопоставить нашу проповедь вследствие массовой информации, особенно интернету, но мы делаем все, что можем. Сегодня большую деятельность ведет молодежный отдел Русской Православной Церкви. И на самом деле проводится большое количество мероприятий, такой отдел есть и в нашей епархии. Мы осознаем, что не можем охватить всю молодежь. Насколько это возможно, мы что-то предпринимаем. Ну, например, у нас есть группа лекторов, которые проводят лекции в наших вузах и наших школах. И нужно сказать, что молодежь откликается на эти лекции. И порой рассказывают вот лекторы, священники наши, декана о том, что порой, может быть, особенно в сельской местности, в школах старшеклассники ни разу за всю лекцию, за всю беседу не открывают своего телефона. Ну, разве что, сфотографировать лектора. Это говорит о том, что у них приковано внимание к тем вопросам, о которых они, может быть, интуитивно задумываются, но ответов на которые у них просто нет. Или есть один ответ, который дает интернет, молодежная, достаточно разболтанная среда, и другого ответа просто они не знали никогда. И вдруг, совершенно с другой стороны, начинают им рассказывать о подлинной задумке Бога о человеке, о том, что свобода должна идти вместе с ответственностью, и насколько это важно, и насколько это свято, насколько это правильно, и какой эффект от этого реально может быть у молодых людей. И вот это внимание молодежи говорит о том, что во многом она не потеряна. Предпринимает государство определенные усилия, об этом мы тоже знаем. Создаются и молодежные структуры всевозможные, и проходят сборы во многих местах. Очень развивается волонтерская деятельность. Но мы надеемся, что вместе с государством, церковь, государство, общественные организации все-таки и на фоне, в том числе, вот той вакханалии, которая происходит в западном мире, мы сможем вместе воспитывать ту действительно ответственную, свободную и ответственную молодежь, которая будет созидать дальше наше Отечество. Другого пути у нас просто нет. Другой путь это путь в никуда. Это путь вновь к новым революциям, ну а самое главное, конечно, к революции безогренности. И, конечно, может быть слабые, но усилия нашей Церкви сегодня заставляют верить в то, что мы сможем держаться и сможем правильно воспитывать нашу молодежь и дальше сохранять нашу страну вот этой вакханалии всемирной и жить по Божьей, жить по традициям наших предков. Я думаю, что вот эти чтения, которые пройдут, если в них будет увлечена молодежь насколько возможно больше и на уровне чтений в Москве, и на уровне деятельности в епархиях, в нашей епархии, надеюсь, что все-таки молодежь еще раз услышит наши призывы, наше беспокойство и наши молитвы. Вот часто говорят, ну а ваш пример, верующих православных людей, что это такое? Я не постесняюсь сказать о том, что сегодня, например, наши, это многодетные семьи верующих людей, в том числе священников, и, насколько я знаю, как бы по опыту своему, у нас таких проблем в семьях с молодежью, с детьми, как, конечно, в других семьях все-таки не существует. у нас, если говорить о разводах, это единицы на сотни, на сотни человек. В государстве нашем сегодня, к сожалению, это в среднем 50% разводов. И это простой ответ на то, а что вы нам можете показать, насколько вера помогает быть хорошей семье, хорошей молодежи, многодетной семье, правильному воспитанию помогает. И вот мои слова это совершенно с полной ответственностью о том, что действительно вера по-настоящему помогает жить полноценной, радостной, счастливой и достойной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok